Ну пахло, это канализация пахла, это в туалете и в кухне вот пахло, неделю, наверное, вот неделю пахло, прям дома пахло сильно. Уже несколько дней жители этого дома на проспекте строители страдают от неприятного запаха. Случай не единичный, жалобы в коммунальной организации поступают ежедневно. Жители нескольких домов сегодня пожаловались на запах канализации. Водоканал незамедлительно отреагировал и выехал на заявку. Работники водоканала работают у дома на проспекте строителей 25. С помощью вакуумной установки прочищают колодец. В случае, когда техника не справляется, рабочие спускаются, чтобы вручную устранять причину засора. В данном случае ей стала ветошь. Кто-то из жильцов смыл ее в канализацию. В день бригаде приходилось отрабатывать десятки похожих заявок. Накануне устранили 25 засоров. Вот несколько обращений, всего за несколько часов поступивших в чат главы. Строителей 27. В квартире пахнет канализацией. Сверху труба замерзает и весь запах идет в квартиру. Вчера только пробили трубу. Запах пропал. Сейчас снова пахнет. Невыносимый запах канализации. Постоянно. Мало того, в подъезд не зайти. Но и в квартиру вонь заходит. УК проблему не решают. Гафиатулина 18. Почему с подвала идет запах? По всему дому будут ли приняты меры? Уже неделю Ленина 65 сильно пахнет в квартирах канализации. Сотрудники водоканала устали напоминать, что канализация – это не мусоропровод. Каждый день они прочищают систему от бытовых предметов, ставших причиной засора. Это может быть ветошь, предметы личной гигиены и даже игрушки. Смывая в унитаз мусор, жители способствуют образованию засоров в канализационных сетях, затоплению подвалов. Система водоотведения не предназначена для утилизации отходов. Нарушая правила использования канализации, вы рискуете создать проблемы вплоть до подтопления подвальных и придомовых территорий, вытекания сточных ввод на улицы города. Давайте оставаться культурными жителями в вопросах пользования канализации. Коммунальные службы и городские власти держат вопрос на контроле. Жители могут обратиться как по телефону, так и в интернете. Обращаться нужно в управляющую компанию, это в первую очередь. Но если нет реакции, у нас есть чат Тимур Мечина-Гуманова, где я лично сижу, в принципе, каждую заявку контролирую. И ко мне же также можно в чат писать, также в контакт позже писать мне. Сегодня по городу работают три бригады. Время устранения коммунальных аварий разное. Оно зависит от сложности засора. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.